Мы сейчас находимся на Сочи автодроме и справа у меня BMW M5 Competition, а слева BMW M2 Competition. Именно эти две модели презентуют российский офис для рынка. Теперь Competition это не отдельный пакет, который можно дозаказать на М-седан, как это было в предыдущем кузове F10. Это самостоятельная модель, причем без альтернативная. В России заказать обычную M5 уже не получится. Расстраиваться не стоит, ведь M5 стоит у нас дешевле, чем в Германии. У BMW M5 Competition тот же двигатель 4,4 литра, V8 и двойной турбонаддув. Сами улитки находятся в развале блок. Благодаря этому обратная связь на педаль газа очень быстрая. И действительно мотор ощущается, как будто здесь не электронная педаль газа, а старый добрый тросик. Мощность здесь 625 лошадиных сил, это всего лишь плюс 25 лошадиных сил больше, чем обычная M5. И крутящий момент 750 ньютонов остался тем же. Но теперь это самая быстрая BMW из всей линейки. 3,3 секунды до сотни. 10,8 до 200 км в час. По подвеске здесь изменений даже больше, чем с мотором. Стоят другие пружины. Машина теперь ниже на 7 мм. Другая настройка амортизаторов. Тормоза карбон-керамические остались теми же. Для машины массой 2 тонны. Это опция обязательная. Более того, скажу, что с 260 км в час раз на раз, а педаль провалится до пола. И это даже на карбон-керамике. То, что будет на стали, я даже представить не могу. На задней оси применен стабилизатор поперечной устойчивости с большим диаметром. По сути, все эти действия с подвеской сделаны о том, чтобы тяжелая, длиннобазная машина очень легко входила в поворот. Это развал передних колес, отклонение передних колес относительно вертикальной оси. И задний стабилизатор. Когда мы ставим задний толстый стабилизатор, угловая жесткость подвески увеличивается. И перенос массы справа на левое колесо тоже становится быстрее, чем на передней оси. Следовательно, машина всегда хочет подвернуться повороте. Едем 150. Такая же скорость, как и на М2 Компетишн. Просто фантастика. Как это возможно? Это же двухтонный седан. Да, здесь, конечно, шире шины стоят. 275 спереди и 285 сзади. И к тому же здесь 4С шины. Более свежие, чем пилот Суперспорт на М2 Компетишн. У М5 Компетишн единственной модельной линейки М. Есть полный привод, реализованный через многодисковую муфту. Три режима. 4WD, 4WD-спорт, когда на заднюю ось приходится большая часть крутящего момента. И заднеприводный 2WD. Нам пришлось удовольствоваться только двумя. 4WD и 4WD-спорт. Так как отключение системы стабилизации было заблокировано на программном уровне. В режиме 4WD-спорт больше крутящего момента приходится на задние колеса. Машина более плавно заходит в поворот. И самое главное, очень хорошо доворачивается под тяга. Не обязательно это делать с скольжением. В итоге у меня передние колеса не перегревались сейчас. И круг за кругом я мог по дуге третьего поворота ехать 150 до 152 км в час. В то время, когда в режиме 4WD машина все равно плужит носом. Из-за этого на второй, на третий круг уже 150. Скорость поддерживать не получается. И приходится ехать 147-148. Это мы говорим про затяжной третий поворот, который идет в Махов-парк. По прямой Сочи автодрома М5 четырехзонным климатом, автодоводчиками двери и электроприводом багажником едет быстрее, чем самый быстрый класс Туринг в Российском кольце. Кстати, стоит отметить, что действительно здесь чувствуется увеличенный развал передних колес. Потому что в случае избытка скорости машина будет не передней осью, а всеми четырьмя. Меня даже срывало с траекторией, даже с включенной системы стабилизации. Но не было и намека на снос передней сети. Машина, в первую очередь, операция, я думаю, в шины, нежели в шасси. Настолько тут круто проработаны амортизаторы, пружины. Все-все-все, что машина не прыгает на волнах. Мы практически плывем, из-за этого нет такого ощущения скорости. Это шасси спокойно может переварить воля на цепи с дышимой. Один вопрос. Надо ли нам на М5 так гонять? Фантастический автомобиль. Удивительно. Хартонная машина. Так легко управляется на треке. Думаю, единственное сравнение, которое я могу найти, это, конечно же, Панамера Турбо. Но Панамера Турбо не так быстра по прямой. В поворотах это нужно уже смотреть детально. Снаружи отличить М2 Competition можно по новому переднему бамперу, черной решетке радиатора, а также зеркалам заднего вида от BMW M4. М2 Competition – это самостоятельная модель со своим двигателем. На М2 был двигатель М55. Здесь двигатель С55 от BMW M4. Мощность мотора, в отличие от М4, не 430 лошадиных сил, а 410, субординация. Разница между М2 и М2 Competition – это целый мотор и 55 лишних килограмм. Не думайте, что всю массу добавил мотор. Столбики мотора весят одинаково. Основная масса пришлась на два трубокомпрессора и выпускной тракт. Теперь он двойной. Две приемные трубы, два глушителя. И все это весит дополнительно 14 килограмм. Вторая прибавка пришлась на тормоза. Теперь здесь стоят шестипоршневые тормоза спереди и четырехпоршневые тормоза сзади. Скажу, что для Сочи-автодрома опция очень необходимая, потому что даже с ними машина работает прямо на пределе. Даже не зная, как М2 бы здесь ехала в 20-минутную сессию на четырехпоршневых тормозах. Машина достаточно игривая. То есть спокойно, даже с полувыключенной системой, можно поскользить и все это прочувствовать. М2 более шумная, более живая. Здесь напрягаешься, думаешь. На М5 ты просто жмешь газ и электроника очень сильно тебе помогает. Машина очень эффективна в плане времени круга. Ход педали тормоза больше, чем ожидаешь от спортивной машины. На входе есть нервозность, на выходе тоже. Из-за большого развала колес, машина ерзает на торможении, особенно перед третьим поворотом, где Квят торпедировал Фетеля в свое время. М2 Компетишн серьезно подорожала. Более чем на 1 миллион рублей относительно М2. В летнем сезоне 2019 автомобиль будет стоить от 5 миллионов рублей с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Несмотря на то, что главный одноклассник у BMW M2 Компетишн это Кайман и Бокстер. Их, кстати, было продано примерно 120 штук в прошлом году, в то время как М2 50. Все-таки каннибализм внутри М-линики есть. И если продажи М2 всего лишь 50 штук, то М4 уже 80 штук. Машина заставляет работать для получения быстрого круга. Приходится думать и анализировать, как мягко повернуть руль, как прогрессивно нажимать на газ, чтобы не отстать от М4 Компетишн инструктора. Теперь на прямой М4 не уезжает на несколько корпусов, максимум на один. И все это можно исправить. Двигатель-то теперь один. Под конец дня удалось выпросить М4 Компетишн инструкторов на тех же шинах, что и М2. Купе ниже и длиннее, чем М2. Разница в колесной базе существенная. 119 мм. В салоне возраст М4 выдают аналоговые приборы. В продаже на российском рынке только версия Компетишн. 450 лошадиных сил и 550 ньютон-метров. Чувствуется ли разница в 40 лошадиных сил? Да, конечно, чувствуется. По тормозам М2 и М4 похожи. М4, конечно, более стабильная. Я прям на входе чувствую, насколько она более стабильно едет. 155! Капец, М4! Просто бомба! В М4 Компетишн самая сбалансированная из всей линейки Компетишн. М2 сильно верткая, не хватает мотора. М5 вроде мощная, но тяжелая. Если оставлять машину себе надолго и не менять, то все-таки М4 это мой выбор. Субтитры создавал Дмитры создавал Дмитры создавал D Encour. Компетишн, и деломLaughter и линейки Компетишн. М七, Игра, Игра. Рисон.